Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня пришла обобрать спелые дамские пальчики, которые уже пригодны для семян. И решила вам показать, потому что я весной уже показывала, как я высадила эти томаты. А сейчас хочу показать, как они выросли. Я вам рассказывала, что я их просто сажу в землю и ухожу. Больше ничего с ними не делаю. Видите, какие красивые грузди, пальцы. Это вообще прелесть. Я так люблю эти томаты в засолке. Какие они красивые. Они очень урожайные и, что главное, неприхотливые. Кто добавился недавно к нам, я вам объясню, что я весной их пришла, посадила. Видите, вот это поле, тут даже не поймешь, где что. Но раньше здесь были вот такие, как луночки, и были дамские пальчики. Я их высадила и ушла. И сказала, что они у меня будут расти все лето на грунте, на земле. Вот видите, вон они, они кисти. Вот она, это одна помидорка, сейчас объясню. Вот видите, она выпускает вот так вот во все стороны много пасынков. И даже не поймешь, где какой куст и от какого куста вот эти кисти идут разные. Вот откуда они, я не знаю, может оттуда, может отсюда. И вот все вот эти пасынки, поэтому я говорю, что на некоторых пачках, когда написано, не пасынковать, это не пожелание, а иногда это единственное условие, при котором вы получите большой богатый урожай. Если бы вы вот эти все пасынки убрали, вот они они, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, у вас не было бы такого большого количества вот этих кистей. Вот один пасынок туда уходит, там кисти лежат, другой пасынок, видите, вот это тоже с этой помидурой. Он идет сюда далеко-далеко, и он так далеко распространяется, и весь вот в таких кистях, вот они. Они пролежали все лето, провалялись, можно сказать, у меня. И сейчас я прихожу, просто разгребаю вот так вот, ищу спелые томаты и рву. И так буду рвать, ну пока все они не созреют. Они еще цветут, несмотря на то, что они валяются на земле, и у нас уже второй месяц идут дожди, вот сегодня всю ночь лил дождь. Сейчас я улучила момент, когда перерыв, сегодня опять передали град, штормовое предупреждение. И вот, несмотря на то, что очень долго идут дожди, все кисточки целые, видите, они целые, все лежат, спеют. Я немножко уже обобрала, буду партиями собирать. Вот это сорт дамский пальчик, неприхотливый, не посынковать, не подвязывать не надо, хорошо растет в грунтовом варианте. Но можно выращивать и в теплице, но я для таких сортов вместо в теплице не занимаю зря. То, что хорошо растет в открытом грунте, вот сейчас август, они уже все спеют дружно, что растет в открытом грунте, не нужно за это закрывать в теплицу. Там есть другие крупноплодные сорта, индетерминатные, пусть они там растут. До свидания. Это краткий обзор, как получились у нас дамские пальчики, которые в грунтовом варианте, на полу. Все целые, гнилых нет, град их тоже не побил, потому что они лежат на земле, они не колышутся, ничего с ними не делается. Все, сейчас пойду собирать их. Тут единственное, что когда плохо оббирать, можно на плеть и наступить. Ну а так все хорошо. Все они, вот видите, красные, красивые, такие кистями лежат. Лежат никому не нужные, все лето, но теперь они мне пригодятся. До свидания. С вами была Ольга Чернова и обзор дамских пальчиков, выращенных в грунтовом варианте. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...